Памятник у нас выглядит куцевой. Потому что это только оказывается часть памятника, которая была задумана авторами. И Юрий Михайлович в ней казетов показал фотографии. Та скульптурная композиция, которая должна быть выше, ее, к сожалению, не сохранили. И сейчас будем делать все для того, чтобы найти эскизы, найти художников. И, может быть, к следующему дню празднования основания города Магадана какие-то уже работы начали. 20 июня были вынуждены принять решение вместе с губернатором о закрытии китайского рынка в связи с тем, что там одновременно 7 человек работников заболели. В России было подписано постановление. И я хочу сказать, что очень дисциплинированы там люди, когда только объявили о том, что коронавирус, что 7 человек заболело. Вообще китайцы очень быстро закрыли рынок и, значит, исчезли до того самого момента, когда мы его откроем. Такая дисциплинированность, она, конечно, в этих случаях очень нужна. Закончилась первая смена дистанционная. 2400 детей отдохнуло в наших пришкольных лагерях. Загородных лагерей первой смены не было. Вторая смена у нас начнется в обычном режиме. 350 на пришкольных площадках отдохнет. Детей 160 в лагерях при Комитете по физической культуре и спорту мэрии города Магадана. И 40 в Управлении по делам молодежи в социально-педагогическом центре поселка Сокол. Я думаю, что и загородные, как мы запланировали, в первых числах июля будут открыты. Единственное, не будет открыт Сок Снежный, потому что там продолжает работать обсерватор. Все-таки его потребность в сегодняшней непростой эпидемиологической ситуации имеет место быть. Камни больших очень размеров вылетают с сопки на проезжую часть. Представляют опасность для граждан, для автомобилей. Особенно для тех автомобилей, которые идут с нефтепродуктами. Если попадет такой камень, он может принести немало хлопот. Это в том числе и с последующим розливом нефтепродуктов. Поэтому мы будем сегодня совместно с наукой отрабатывать меры. Что же все-таки сделать? Либо это будет строиться какая-то защитная дамба, либо какая-то подпорная стенка. С тем, чтобы сходящие с сопки массы грунта были остановлены и не нанесли никому вреда. Сейчас там идут подготовительные работы к сезону следующего года. Есть немало проблем в связи с тем, что два подъемника, ВЛ-1 и ВЛ-2, горнолыжники знают, о чем я говорю, редукторы находятся в состоянии крайней изношенности. Мы подъемно-транспортные механизмы показываем и предъявляем к осмотру Ростехнадзору. Они должны делать заключение. Поэтому мы сейчас делаем все для того, чтобы найти подрядную организацию. Это может быть либо ремонтно-механический завод, либо предприятие Ремстроемаш, либо завод Риман, который находится в Камацу, с тем, чтобы сделали все ремонтные работы. И к началу сезона мы подошли подготовленными. Я думаю, что в этом году заработает БГР. У нас там была проблема с наледью. От наледей ушли, освещение сейчас делают. Отправляем туда технику для того, чтобы отработали линию подъема для сноубордистов. И этот элемент, он очень важен в подготовке сноубордистов. Напомню, что у нас успехи у сноубордистов очень хорошие. Четыре человека входят в основной состав сборной Российской Федерации по сноуборду. Вы видели там эту резонансную тему с этим сносом деревьев. Я снял сам видео, его отправил и к губернатору, и в природоохранную прокуратуру. На самом деле, никакой катастрофической вырубки не было. Там три дерева стояло практически на дороге. Поэтому мы вынуждены были эти деревья убрать. Вообще, тема безопасности дорожного движения, она очень актуальна. У нас практически 70% уличной дорожной сети не соответствует ГОСТам и нормативам. Вот как раз в том самом месте, где произошла вырубка, у нас ширина проезжей части составляла 9,5 метров. На трехполосное движение это очень мало. А внизу, вот здесь, в районе политехникума, 11,5 метров. Поэтому мы должны были не горлышко проектировать там, а спроектировать дорогу, где водители могли бы себя чувствовать комфортно. В том числе, открыть видимость на перекрестке. Это, в том числе, элемент безопасности нашей уличной дорожной сети. Но, снеся только часть деревьев, мы на самом деле действительно идем по пути сохранения сложившегося природного ландшафта. Но, если говорить о нормативе, то по нормативам дорожным любые насаждения, любые предметы имеют право находиться только на удалении двух метров от бордюра дороги. Это делается для того, чтобы можно было установить дорожные знаки. Это нужно делаться для того, чтобы видно было светофор. Это нужно для того, чтобы водитель имел возможность среагировать, если кто-то будет выбегать из кустов на проезжую часть и принять решение не допустить столкновения с человеком. Но город у нас сложившийся за стройки, так легко делать, когда строится новый город. А когда делаешь ремонт дорог уже на уличной дорожной сети, которая была 50-60 лет, когда автомобилей столько не было, я привел цифру, у нас более 40 тысяч автомобилей в городе Магадань, на самом деле это много. И с тем, чтобы избежать пробок, избежать аварий, аварийности, мы предпринимаем шаги, порой гораздо более дорогостоящие, чем снос там трех-четырех деревьев. Примером тому может быть снос частных домов ветхих на перекрестке Полярной и Потапова. Там мы снесли три дома с тем, чтобы открыть видимость, и водители могли видеть, выезжая с улицы Потапова на Полярную, вправо и лево, что там происходит на дороге. Поэтому для нас прежде всего и задачи проекта безопасной и качественной автомобильной дороги до 2024 года в семь раз снизить смертность на дорогах Российской Федерации. 30 июня заканчивается прием заявлений от родителей в первый класс по месту жительства. После 30 июня на свободные места, кстати говоря, во многих школах уже закончен прием детей по месту жительства, полностью заполнены классы, и только в тех школах, где остались свободные места, можно принять детей, не закрепленных адресным планом, не прикрепленных адресным планом к этой школе. Поэтому, кто подзабыл, надо сегодня напомнить, еще 25 число, сходить в школу, посмотреть на сайте Департамента образования, по какой школе ваш адрес привязан, и подать заявление на то, чтобы ребенок учился в той школе, которая положена ему по месту жительства. После 1 июля будет действовать другая схема. Я уже говорил, мы ожидаем в первый класс больше детей, чем было в прошлом году. Это к вопросу, больше нас становится в городе или мало. Очень серьезным таким индикатором являются дети. Вот дети говорят о том, что нас меньше здесь все-таки не становится. Если уезжают, то, наверное, все-таки уезжают люди, которые уже заработали здесь пенсию, построили себе квартиру в центральных районах страны. Молодежь рожает много, молодежь приобретает очень много жилья в ипотеку и остается здесь, в Магадане. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»